В сентябре прошлого года, как и было запланировано, Юлия с сыном съездили в Японию. 17 сентября в клинике города Ниегата Сашеньке была сделана первая операция по удалению опухоли. После нее малыш словно родился заново. Его уже не так часто мучают головные боли. И если раньше смех вызывали спазмы, то теперь ребенок смеется на радость маме. В апреле Юлия и Сашенька вновь побывали в Японии на плановом обследовании. Доктор сообщил, что малыш идет на поправку, но приступы остались, поэтому ему потребуется еще одна операция. То есть если раньше, допустим, сравнивать дооперационный период, то у нас приступы были, кто видел, кто знает, что такое наши приступы насильственного смеха. То есть они были через каждые 1-2 минуты в течение дня и в течение ночи. Это было порядка 150-200 приступов в день подряд они шли. То есть сейчас у нас 5-6, ну 7-8, допустим, в день. Это, конечно, разница разительная. То есть, конечно, операция помогла, но все же потребовалась нам вторая. Вторая операция назначена на ноябрь. Ее стоимость повысилась в два раза. Теперь вместо миллиона Юле придется заплатить 2 миллиона 10 тысяч рублей. Из собранных средств у семьи еще остались деньги, которые Пономаревы планируют потратить на покупку билетов до Японии. Ведь летать туда Юле и Саше придется еще не раз. Ежегодно в течение 5 лет Сашу нужно будет показывать доктору. В данный момент я обратилась в Росфонд, который на Первом канале в программе «Время собирает деньги», сюжеты показывает. Я обратилась туда, потому что Росфонд взял с недавнего времени под опеку наших детишек, у которых вот такая же болезнь гомартома гипоталамуса. И они мне ответили положительно, что они нас возьмут, будут нам помогать в этом плане, потому что они заключили договор с нашим госпиталем. В ожидании очередной операции Юля очень волнуется. Ее успокаивает лишь профессионализм врачей и, видимо, улучшение в развитии и состоянии здоровья ребенка. Эта история – пример того, что все тяготы можно выдержать, если тебя окружают отзывчивые люди. Юлия и Сашенко безгранично благодарны всем, кто помогал и помогает Саше справляться с болезнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова